Привет всем! Приближается Новый Год и в каждой семье наверняка хранятся вместе с новогодними игрушками старые новогодние открытки. Они погружают нас в светлые воспоминания детства, когда мы с нетерпением ждали появления в почтовых ящиках праздничных конвертов от родственников и друзей. И сейчас я познакомлю вас, друзья, с моими новогодними реликвиями. Итак, первая открытка приехала к нам из Египта. Вы видите, что и Старый Новый Год, и Новый Новый Годик наряжены в костюме фараона. Вот эта открытка, она приехала к нам из Алжира. Она бликует, и вы видите, что то Дед Мороз едет на санях с оленями, то несет мешок с подарками. Хэппи, хэппи Крисмас! Для нас тоже было удивительно, вот такие вот бликующие открыточки. Вот эта открытка выставляется на полку. Она изготовлена в Западной Германии. Тогда еще Германия была западная и восточная. Вы видите такой вот рождественский пейзаж. Вдалеке храм небольшой, белочка, олени. И закрывается вот таким чудесным фонариком на елке. Вот такая открытка новогодняя. Это память от моих бабушек и дедушек. Тоже было удивительно наблюдать, что можно вот так вот переворачивать открыточку. Здесь Айболит танцует со зверюшками. Здесь Снеговичок идет впереди. Ну, а здесь сам Дед Мороз катится радостно из горки на санях и несет мешок с подарками. Вот такие вот две одинаковых открытки я получала несколько-два года подряд от бабушки с дедушкой. До сих пор все храню. Следующая открытка приехала из Болгарии. Мой брат переписывался с девочкой по имени Маргарита. И она тоже вот такую вот открывающуюся открытку прислала. Вот так. В национальных костюмах болгарских нас поздравляют с Новым годом. Вот такие маленькие открыточки. Они тоже приехали ко мне из Африки, из Алжира. Бон-э-ан-э, то есть Бон-ан-э с Новым годом. Тоже пейзаж такой вот деревенский, западноевропейский, посыпан блесками. Я много раз перерисовывала вот такие вот пейзажи. Вот такой вот пейзаж тоже с Новым годом поздравляет. Очень такой вот пасмурный, хмурый, но почему-то притягательно красивый. И третий, такой триптих вот этих небольших открыточек. Третья открыточка вот такая. Тоже изумительный пейзаж рождественский. Вернее, новогодний здесь поздравляют с Новым годом. Французские открытки. И самая дорогая моему сердцу открытка – это память о моей бабушке. Старая-старая открытка, изготовленная в России. С буквой «Ядь» написана с праздником Рождества Христова. Я приходила в гости, я хорошо помню, вытаскивала бабушки на открытки. Почему же я все не попросила у нее? Сейчас бы все сохранились. И вот очень подолгу наблюдала вот этого ангелочка, который казался мне девочкой молоденькой, с желтыми кудрями. Сзади крылышки, рядом олененочек, и наверху загорелась звезда. Это значит, что Христос родился с праздником Рождества Христова с буквой «Ядь». И на той стороне общества Евдокимовых. Вот такая вот открытка начала 20 века. Вот такие салфетки я купила несколько лет назад. Но мне жалко было их выкладывать на стол, потому что они напомнили мне открытки нашего советского детства. Снеговичок вместе с двумя снегирями спешит разносить нам новогодние конверты. С наступающим новым 2022 годом!